Чтобы хорошо знать, какова численность УПА, кто руководит повстанцами, где прячутся бойцы-националисты, НКВД создает легендированные разведгруппы. Под видом бежавших зэков или дезертиров из советской армии, советские разведчики внедряются в боевые отряды бандеровцев. Статьи какие? Да, статей, конечно, изнасилование, кражи легкие, такие небольшие. У вас какая была статья? Вот, а мне воровство. Спер. Чего перли-то? Чего-чего? Хлеб. Конечно, пожрать что-нибудь. И сколько дали? Тройняк. А как бежали? Как бежали? Бежали, понимаете, во время прогулки. Этого человека зовут Юрий Тараскин. Он не бежавший заключенный. Он советский разведчик. Его рассказ и есть легенда. Тараскину и еще десяти сотрудникам НКВД осенью 44-го года предстояло внедриться в ряды украинской повстанческой армии. В составе УПА воевали представители чуть ли не всех национальностей СССР, в том числе евреи и русские. Ряды УПА активно пополняют бежавшие заключенные и дезертиры из советской армии. Рядом с опытными и обстрелянными в рядах УПА воевали и совсем молодые бойцы. Мальчишки, которым в 43-44 годах только-только исполнилось 16. Одни пришли в армию добровольно, других мобилизовали насильно. То, что я был связным в украинском подполье, это моя гордость. Это мой национальный патриотизм. В подполье я работал добровольно на украинцев, боролся за Украину. А то, что я потом воевал в советской армии, это было насилие. В советскую армию я был призван насильным. Скажите, вы сожалеете, что были в УПА? Почему я должен сожалеть? Наоборот, я не сожалею. Я и сейчас болею за это. Вы в повстанчую армию пошли добровольно? Скажите, вы добровольно пошли воевать в УПА? Нет, я не хотел идти, меня заставили. Я прятался в подвале. Мне было всего 15 лет, я не хотел воевать. 1944 год. Сентябрь. Ровенская область. Город Острог. В это здание, его раньше занимал НКВД, прикомандирован выпускник разведшколы Юрий Тараскин. Он включен в состав диверсионной группы из 11 человек, которая готовится к внедрению в бандеровское подполье. И, понимаете, вот так вот я пошел в банду, так называемую свою собственную. Конечно, легенда была, что мы бежали из тюрьмы, что каждый из нас имеет по три петуха или по три, понимаете, как я забыл, тройник. Группа Юрия Тараскина заброшена в леса в конце сентября. Через несколько недель в селе Милятин разведчикам удается выйти на зажиточного крестьянина, который поддерживает связь с бандеровцами. Он кормит группу переодетых чекистов по ночам. Но однажды прибегает в их замаскированный лагерь днем. И говорят, хлопцы, советы позыку собирают. То есть это, значит, это, как его, продналог и, значит, это, как его, облигации, подписку. Турните, говорит, советов. О! А мы знаем, что там с ними рота. Одиннадцать человек против роты, совета против советов. Один против десяти? Да, один против десяти. А потом, как драться? Ведь не стрелять в своих, а они будут бить насмерть. Выбора нет. Чтобы доказать ненависть к советам, группа инсценирует нападение на роту своих же солдат. Разведчики строятся цепью и незамеченными входят в село. А ко мне навстречу бежит Вера Дмитриевна и Ольга. А они вас узнали? А, у меня такая бородина, трезуб, треух калмыкский. Это все драный на мне, как у черта. Они сразу закричали «Бандеры!», а я на этот «Бабух!». Естественно, все выстрелы переодетых разведчиков мимо. Но в селе Паника бандеры напали. Сколько, неизвестно. Командир советской роты принимает решение уйти из села. Группе Тараскина только это и нужно. И вот этот самый куркуль нас рекомендует в сотню диркача. Как отважных, смелых, беспощадных к советам, понимаешь, бойцов. Внедрившись в бандеровскую сотню, разведгруппа Юрия Тараскина начинает выполнять поставленную НКВД задачу – собирать информацию об украинской повстанческой армии. Единой формы в украинской повстанческой армии не было. В основном брали немецкое обмундирование и перешивали знаки отличия. Три красные нашивки на рукаве и на лацко Никителя – форма бандеровского сотника готова. Головной убор тоже немецкий, с украинской кокарды. Но многие в Упане имели даже этого, как и засланная группа НКВД воевали, в чем придется. Украинская повстанческая армия имела свою информационную службу, выпускающую листовки, газеты и журналы. В них помещалась хроника боевых действий, заповеди настоящего националиста. Печатались воззвания к населению, призывы бороться с советами. Пропагандировалось, не знаю кем и с какой целью, что советские войска не остановятся. Потому что идеология советская – весь мир победить, коммунизм в мировом масштабе. Не может быть примирения между нами и коммунистами. 2003 год. Западная Украина. Село Угольцы. За 60 лет село практически не изменилось. Тихие улочки. Основной транспорт – гужевой. В 1944 году в этом селе Угольцы стояла сотня бандеровского командира Деркача. В одной из исп на окраине жила внедренная в сотню группа советских разведчиков. Группа Юрия Тараскина провела в бандеровской сотне около месяца. На ее счету несколько предотвращенных диверсий на железной дороге. И несколько десятков ауновцев, явившихся с повинной в органы НКВД. Скажите, на ваш взгляд НКВД засылало в сотню своих агентов? Были в сотне Деркача агенты? Были целый рой. 12 человек было. Невероятно.